Всем доброе утро! Сейчас будем заваривать вкусный чай и готовить очень вкусный и необычный завтрак. Чай я уже показывала, как я делаю. Но еще раз расскажу. В нижний чайник мы наливаем чистую воду, а в верхний заварник мы насыпаем заварку. Я уже фильтр поменяла на новый. В заварке каждый насыпает столько, сколько он любит. Чай у нас мелкий. Сегодня я буду заваривать с бергамотом. И вот так вот две ложечки чая мы добавляем в наш заварник. Накрываем крышечкой и ставим вариться. Какой же мы завтрак будем сегодня с вами делать? Сейчас я вам расскажу. Для нашего вкуснейшего завтрака нам понадобится всего лишь немного ингредиентов. Главный ингредиент это лаваш. Вот у меня круглый, неважно какой, прямоугольный, длинный, метровый. Нам нужен тонкий, не ломающийся лаваш. Можно укроп, можно петрушку, базилик, все, что хотите. Ну, сегодня вот у меня есть только укроп. Обязательно адыгейский сыр. Почему адыгейский? Ну, я пробовала с другими сырами, но с адыгейским получается круче всего. Почему? Потому что он не плавится. Мы будем заворачивать как бы рулетики, конвертики из лаваша. И в середине будет основная начинка наша. Это сыр. И когда сыр плавится, только как моцарелла или что-то типа российского, сулугуни, он впитывается в лаваш и может вытечь. Адыгейский никогда. Вот мне больше всего нравится делать с адыгейским. А вы можете делать с любым сыром, который вам нравится. И специи у меня сегодня сушеный чеснок с зеленью. И из Турции я привезла приправа цацки для йогурта, для сыра. То есть, ну, классно вот со сметаной, с йогуртом, с сыром сочетается. И вот мы посыпем. Это все ингредиенты. Вы можете добавлять любые ингредиенты, которые вы любите. Вкусно. Это вот я сегодня делаю с сыром. А вообще, я пробовала с грибами очень вкусно. С курицей и с сыром вкусно. С овощами вкусно. С банальной тушеной капустой безумно вкусно. То есть, полигон для начинок, он огромен. Вот сегодня я хочу сделать сыром. Но вы не должны останавливаться только на сыре. Потому что делается этот лаваш, ну, с любой начинкой, которую вы любите. С грибами пробовала. Делала как шаурма. Отварная курица, помидор, листья салата. Разные специи и приправки. Опять же, все как вы любите. Также можно добавлять специи. Кстати, вот я сейчас не добавила. Сейчас добавлю еще одну специю. Забыла добавить еще горчицу в зернах. Мне очень нравится. Вкусно. То есть, смысл какой? Вы собираете те ингредиенты, которые вам можно кушать на конкретный прием пищи. И добавляете. К примеру, я могу этот рулет брать с собой на обед. Я часто езжу в командировке. Бывают такие моменты, когда у меня, я знаю, что у меня не будет времени ни в кафе сходить, ни съесть что-то, что я бы привезла с собой сама. Там, мне неудобно брать какой-то лоточек. Тогда я делаю себе вот такую а-ля конвертик, а-ля шаурму. То есть, мы берем лаваш, это наш углевод. И в середину мы можем положить лист салата, курочку, грибы. То бишь, у нас получается наш полноценный обед. Углеводы, белки. Очень удобно. Но сегодня вот у меня будет завтрак. В завтрак у меня будет входить вот такой набор ингредиентов. Значит, сейчас мы нарезаем укроп. Ну, понятно, что не весят частично, сколько нам нужно. И натираем сыр адыгейский на терку. Сыр мы натерли. Также порезали укроп. И теперь будем просто собирать наш завтрак. На лист лаваша с краю выкладываем тертый сыр. Сверху сыр присыпаем укропом. Как вы любите. Я люблю много. И посыпайте специями, которые вы сегодня хотите использовать. Специями посыпали. Теперь добавляю горчицу. Можно на дно, можно сверху, можно перемешать. Как вам больше нравится. Можете вообще ее не добавлять. Я ее просто очень сильно люблю. И сейчас надо ее немножко вот так вот перемешать с сыром. Все. Теперь мы просто из нашего лаваша формируем конвертик. Заворачиваем вот так. И потом заворачиваем с двух сторон краешки и заматываем в трубочку. Получается вот такой рулетик большой. И все это будем сейчас обжаривать на антипригарной сковороде с двух сторон. Будем обжаривать на сковороде антипригарной. У меня грильную можно на обычной. Разогреваем ее хорошо. И обжариваем с двух сторон. Без масла, без ничего. Просто на антипригарной сковороде. С каждой стороны буквально по 3-4 минуты. Прошло буквально 3-3 минуты. И вот наша сторона. Уже, Ленки, посмотрите, как красиво поджарилась. Еще буквально 3 минуты с другой стороны. И завтрак наш или обед готов. В нашем случае завтрак. Наш завтрак с дочкой готов. У нас 2 чашки ароматного чая. И 2 вот таких рулетика. С сыром и зеленью. Это очень вкусно. Надеюсь, что мой рецепт вам пригодится. Что вы будете его использовать и на завтрак, и на обед. И вообще в повседневной жизни. Всем доброе утро. Кто кушает, приятного аппетита. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok